Говорит Черкесск В студии Рита Нирова. Здравствуйте. О некоторых темах выпуска. Делегации всех 12 городов и районов Карачао-Чикеси будут встречаться с нашими военнослужащими, выполняющими задачи в зоне проведения СВО. Минувший зимой курорт Архыз принял почти 700 тысяч гостей. Это выше прошлогодних показателей. В Карачао-Чикесском государственном университете проходят традиционные ежегодные алиевские чтения. И спортсмены республики представят Россию на чемпионатах Европы и мира по итогам состязаний в Орле. Как мы уже сообщали, глава республики Рашид Тимрезов подписал два указа. Согласно 1-21 апреля текущего года, праздник разговления Идаль-Фитр-Ураза-Байрам объявлен нерабочим днём. Второй документ утверждает ещё один нерабочий день – 24 апреля – День памяти усопших. По традиции, на Радоницу 22 и 23 апреля с 8 до 18 часов, 24 апреля с 8 до 13 часов жители Чикеска смогут бесплатно воспользоваться специально выделенным транспортом по маршруту Комсомолец, микрорайон Юбилейный, городское православное кладбище. Всего будет задействовано 25 автобусов. Все выходные дни в городе будут усилены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей. В ближайшее время делегации всех 12 районов и городских округов Карача-Чикеси будут лично встречаться с нашими ребятами, выполняющими задачи в зоне проведения специальной военной операции. По поручению члена Высшего совета Единой России, главы региона Рашида Тимрезова, мэр Карача-Чикесского округа Марат Урусов и главы администрации Карача-Чикесского и Прикубанского районов Спартак Кушетиров и Ахмат Семенов посетили зону проведения СВО, чтобы лично пообщаться с земляками и узнать о потребностях военнослужащих. Они передали ценный груз, продовольственные продукты, лекарственные препараты, а также технические средства, тепловизоры, портативные электростанции, тактические бинокли и многое другое. Тему продолжит глава администрации Прикубанского муниципального образования Ахмат Семенов. Насчет одежды и пищи у них все нормально. Мы с собой взяли в основном технические средства, тепловизоры, бинокли, разные маленькие электростанции и так далее. По словам руководителя республики, делегации из всех городов и районов Карача-Чикесии лично встретятся с нашими ребятами, чтобы из первых уст узнать, чем сегодня живут бойцы, какое налажено взаимодействие с домом и какие возникают вопросы у членов их семей. В каждую поездку будет собрана очередная партия дополнительного оборудования и специального груза для военнослужащих. Дорожная разметка. Дорожная разметка. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Жигута-Терезе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники меняют старое основание последовательно на отрезках не более 3-х километров. Тему продолжит главный инженер управления Карачаева-Чекиско-Автодор Муайет Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двуслойное сферто-бетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги в барьерном ограждении. Автономная некоммерческая организация Центра содействия реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда «Сбера. Вклады в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Информацию комментирует автор проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект, и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, что родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. На улицах магазина «Илара» Черкеска прошел рейд сотрудников мэрии и правоохранительных органов, итогами которого стало пресечение незаконной торговли. Напомним, что решение Думы города об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования устанавливает запрет на размещение объектов мелкорозничной торговли – это лотки, киоски, павильоны и палатки на улицах, тротуарах и газонах города, а также на осуществление торговли в неустановленных местах без разрешительной документации. С 15 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование по благоустройству общественных территорий, которое продлится до 31 мая. У жителей Черкеска всем, кому исполнилось 14 лет, есть возможность самим выбрать общественную территорию для благоустройства в следующем году. Третий год подряд столица Карача-Черкесии принимает участие в онлайн-голосовании, организованном Минстроем России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Итак, в этом году Черкесск представит на голосовании два общественных пространства, аллея на улице Красноармейской и Покровский парк. Всем, кому не безразлична судьба республиканской столицы, кто заинтересован в том, чтобы в любимом городе было больше уютных мест отдыха, нужно проголосовать на сайте 09.городсреда.ру. В рамках реализации концепции нулевого травматизма компания Россети Северный Кавказ организовала масштабно-образовательную сессию для своих сотрудников в Карача-Черкесии, рассказывает главный специалист службы по оригинальной работе департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Алакаева. В течение недели около 20 дипломированных тренеров проведут тренинги, мастер-классы, деловые игры с участием руководства филиала Карача-Черкеска «Энерго», начальников и главных инженеров районных электрических сетей, энергосбытовых отделений, начальников служб и отделов производственно-промышленного персонала. Специалисты по нулевому травматизму из Департамента производственной безопасности и производственного контроля, а также из всех филиалов Россети Северный Кавказ вместе с сотрудниками филиала Карача-Черкеска «Энерго» изучат 7 золотых правил концепции. Кроме того, участники обсудят возможность дополнительных мотивационных стимулов, которые помогут сформировать у сотрудников культуры безопасности устойчивые навыки для своевременного выявления угроз на рабочем месте и принципы неприемлемости нарушений. 18 апреля в региональном центре «Мой бизнес» состоятся сразу два мероприятия о социальном предпринимательстве, в частности, «Груглый стол», «Проблемы социального предпринимательства» и семинар «Как получить статус социального предпринимателя». Спикером выступит Оксана Муравьева, социальный предприниматель, вице-президент Ассоциации социальных предпринимателей. Минувший зимой курорт «Архиз» запринял почти 700 тысяч гостей, что выше прошлогодних показателей на 11%. Так, горнолыжный сезон продлился с 17 декабря по 17 апреля, и несмотря на то, что начался он на две недели позже по сравнению с прошлым сезоном, курорт вновь принял рекордное число гостей. Всю зиму наполняемость отеля «Архиза» была близка к полной. Пиковая загрузка трасс пришлась на февральские выходные, когда канатными дорогами пользовались более 11 тысяч человек в день. Отметим, в этом сезоне впервые в своей истории курорт открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% были обеспечены системой снегогенерации. Весь сезон для гостей работали 27 километров горнолыжных трасс разных уровней сложности и 8 канатных дорог. В эти дни начала работать в прогулочном режиме канатная дорога «Млечный путь» и будет отвозить гостей курорта на высоту 2240 метров. Так, в майские каникулы «Архиз» полностью перейдет в летний режим работы. Водут доступные пешие, конные и автомобильные маршруты в горы, полеты на парапланах и экскурсии. Напомним, в прошлом году всесезонный курорт «Архиз» стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северокавказского федерального округа». В Карачаево-Черкесском государственном университете проходит традиционная ежегодная научная сессия преподавателей и обучающихся в УЗА «Альевские чтения». В этом году научное мероприятие проходит в 55-й раз. Неделя науки в структурных подразделениях открылась работой пленарных заседаний обучающихся, в ходе которых заслушаны интересные доклады бакалавров и магистрантов. На заседаниях прошли награждения победителей и призеров весеннего тура вузовского конкурса «НИРС. Студент-исследователь». Неделя продолжится секционными заседаниями обучающихся и научной сессии преподавателей и аспирантов. На базе детского оздоровительного лагеря «Гранд Виктория Домбая» прошел клуб выходного дня гражданско-патриотического направления по программе «Юные патриоты России». Многогранная интересная программа не оставила равнодушными как детей, так и взрослых. Ребята проходили квест по станциям «Юные защитники Отечества». Пять станций, пять разных испытаний. Оказать первую медицинскую помощь, блеснуть интеллектом в игре «Своя игра. Я патриот России». Вспомнить песни военных лет, пройти минное поле бок о бок со своими товарищами, придумать и продемонстрировать творческий номер гражданской патриотической направленности. Вечером все присутствовали на творческом концерте, посвященном героям и участникам специальной военной операции. Ну и в заключении выпуска новости спорта. Спортсмены из Корчачекеси представят нашу страну на чемпионатах Европы и мира по итогам чемпионата России по армрейслингу среди мужчин и женщин в Орле. Сборная республики выступила на данных состязаниях и завоевала 10 медалей различного достоинства, а также командное третье место среди 49 субъектов Российской Федерации. Победителями стали Ахмат Айбазов, Олег Черкасов, Марат Мамхегов, Марат Айбазов, Али Чипчиков и Софья Кенжева. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, попали в основной состав национальной сборной команды страны и получили право представить Россию на чемпионатах Европы и мира, которые пройдут в Молдове и Казахстане. Студент факультета физической культуры Корчачекесского государственного университета имени Умара Алиева Али Баташев завоевал серебряную медаль чемпионата России по боксу среди студентов в Санкт-Петербурге. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптика Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду в горах при порывах до 15-18 метров. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В горах местами плюс 10-15 и выше 2,5 тысяч метров сохраняет соловина опасность. В республиканской столице без осадков ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 22 градусов выше нуля. Реклама Это что там за базар? К нам приехал дивный дар. Рыбка с самой Камчатки. Акция. Скидка 10% на черную икру с 18 по 23 апреля. Впервые дивный дар в Черкесске. Остановка Рыноконечная на кругу. 0+. Все подробности уточняйте у продавцов. На этом новостной выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова